Харунжий, также Харужий, войсковая должность, а позже воинское звание в ряде исторических государств Восточной и Центральной Европы, современной Польши, в прошлом и в России. Название происходит от польск Чариджи, Белор, Харугва, воинское знамя и воинский отряд в 15-18 веках. Слово монгольское по происхождению в славянские языки пришло через тюркское посредство. Тюрк, Харуг, Стяг, знамя переводится как защита, покровительство. Таким образом, первоначально Харунжий означало «знаменосец», соответствовало древнеримским аквилиферу, викселарию, драконарию, сигниферу. История. С XIV века в королевстве польском существовала должность Харунжий Великий Коронный, а с XV века в Великом княжестве Литовском Харунжий Великий В.К.Л. Заместителем Великого Харунжего был надворный Харунжий. Их обязанностью было ношение королевского или великокняжеского знамени во время торжественных церемоний и пребывания с ним при монархе во время боевых действий. С XIV в 15 в.В. Польшей В.К.Л. Харунжий полка или поветовой Харунжий, выборный войсковой руководитель, собиравший ополчение одного повета, которое называлось Харугвию, назначал себе в помощь поветовых ротмистров. Должность сохранилась и после объединения Польши и В.К.Л. в 1569 году в Речи Посполитую. Поветовой Харунжий подчинялся Каштеляну, в его функции входила организация ополчения в Повете. Это был один из высших постов в земском правлении Речи Посполитой. В армии В.К.Л. XVIII в.Харунжий – младший офицерский чин в пехоте и кавалерии. Знаком различия являлась одна звездочка на Иполете, соответствует современному званию младший лейтенант. Казаки с XVI века Харунжий – войсковые должности и у казаков Запорожской сечи войсковой генеральной Харунжий – полковые сотенные Харунжия. Они входили в состав старшины, с присоединением в XVIII веке Украины к российскому государству Харунжий – военный чин, закрепленный в табеле о рангах в 1722 году в XIV классе, с 1884 года в XII классе, существовал до декабря 1917 года на территориях, занятых Белым движением, до октября 1922 года в Республике Польша, В воинских званиях в 1919-1923 и в 1944-1957 годах в войске Польском Харунжий был самым младшим офицерским званием. С 1963 по 2004 год в войске Польском существовал особый класс званий между старшими подофицерами и младшими офицерами, называемых Харунжиями. К нему относились звания «младший Харунжий», «Харунжий», «Старший Харунжий», «младший штабной Харунжий», «Штабной Харунжий». Эта группа званий примерно соответствовала пропорщикам в СССР и ряде других государств. В настоящее время, в связи с переходом польской армии на стандарты НАТО, класс Харунжих объединен с классами подофицеров и старших подофицеров. Звания «младший Харунжий», «Харунжий», «Старший Харунжий» сохранены. Звания «младший штабной Харунжий» и «штабной Харунжий» отменены. В виде названия «старший штабной Харунжий», «младший Харунжий» относится к подофицерам и является старшим среди них. Харунжий «старший Харунжий» и «старший штабной Харунжий» относятся к старшим подофицерам. Погоны в сухопутных войсках, специальных войсках и воздушных силах, в военно-морских силах и в морской части специальных войск в названиях всех этих званий добавляется слово «флоту» в пограничной страже. Имеется класс служебных званий Харунжих, к нему относятся звания «младший Харунжий», «харунжий», «старший Харунжий», «штабной Харунжий», «старший штабной Харунжий» с добавлением слов «пограничной стражи», полиции и государственной пожарной стражи. В 1954 году звание Харунжий также было введено в польской милиции, как самая младшая офицерская. В 1974 году в милиции был образован класс Харунжих, к нему относились звания «младший Харунжий», «харунжий» и «старший Харунжий». В 1985 году в классе Харунжих образованы два ступени званий «младший Харунжий» и «старший Харунжия». К младшим Харунжим относились звания «младший Харунжий» и «харунжий», к старшим Харунжим «старший Харунжий», «штабной Харунжий» и «старший штабной Харунжий». В 1990 году в полиции класс Харунжих был переименован в класс аспирантов полиции, звания Харунжих отменены, и вместо них введено одно звание аспирант полиции. В 1995 году введены также звания младший аспирант, старший аспирант и штабной аспирант. В 1997 году звание младший аспирант было отнесено к классу званий сержантов и являлось старшим среди них, а в класс аспирантов как самый старший было введено звание под комиссар. В 2001 году звание младший аспирант было возвращено в класс аспирантов, а звание под комиссар перенесено в младшие офицерские звания как самое младшее. Таким образом, в настоящее время в полиции воинским званием Харунжих соответствуют служебные звания. Младший аспирант, аспирант, старший аспирант, штабной аспирант. Такие же служебные звания имеются в государственной пожарной страже. Класс служебных званий аспирантов, как в полиции, так и в государственной пожарной страже, соответствует классу воинских званий старших подофицеров. Полиции к этим служебным званиям добавляется слово «полиции». Служебным званием младший аспирант и аспирант в ряде других стран примерно соответствует специальное звание прапорщик полиции либо прапорщик внутренней службы, а служебным званием старший аспирант и штабной аспирант, старший прапорщик полиции либо старший прапорщик внутренней службы.